Здравствуйте! Добро пожаловать на наши еженедельные уроки Торы. Недельная глава Эмор. И первое же предложение недельной главы, как бы, напрашивается вопрос. Дословно, если перевести его в Йоэмор Ашемал Мойши, Эмор Алаканим. Боже сказал Мойши, говори с Коинами, скажи Коинам, сыновья Ааронам, и скажи им. То есть, повторение в одном предложении, буквально одно за другим слово, повторяется два раза. Скажи Коинам, сыновьям Аарона, и скажи им. Интересно, что в русском переводе, который я сейчас смотрю, они как бы подправили, если можно сказать, оригинал. И они перевели, объяви священникам, сыновьям Аарона, и скажи им. То есть, в русском переводе они не хотят, чтобы была тавтология, поэтому они таки изменили одно слово. Но в оригинале, в оригинале написано два раза Эмор. Конечно, напрашивается вопрос, почему действительно Тора два раза повторяет одно и то же, скажи, скажи. Раши, то есть еврейская классика, любой вопрос, когда возникает, когда человек читает Тору, первый, как говорится, адрес, это мы смотрим Раши, это классический комментарий. Раши говорит, что первый раз это имеется в виду, говори с взрослыми. А второй раз, что они должны учить своих детей. То есть мы должны, первый раз это взрослым, гдойлым, великие, большие, чтобы они, в свою очередь, следили за своими, если так можно сказать, детьми. И отсюда учится, что, несмотря на то, что все мы знаем, что до бар-митсвы, до 13 лет, еврейский парень, как бы он ничего не должен делать. Все начинаются, ну то он называется бар-митсвы, что митсвы начинаются с 13 лет. У девочки начинается с 12, у мальчика с 13, по идее до 13, так он несовершеннолетний. Но тут написано, что родители должны все-таки за ним следить. То есть по закону Тора родители не имеют права давать детям некошебную еду, родители не имеют права детей просить в субботу что-то включить, выключить. Есть такая тенденция, дети уже, родители соблюдают в субботу, у них там маленькие дети, трехлетние, там 4, ну, ключи кондиционер и так далее. Отсюда написано четко, что, тут говорится про законы Коэна, но отсюда учатся на другие законы, что взрослые должны следить, чтобы их дети тоже соблюдали Тор. Они не имеют права их как бы подталкивать на грех. Поэтому написано, скажи сыновьям Аарона, скажи, в том смысле подразумеваются их дети. Так объясняет Раша. Теперь комментарии на Раше говорят, что это, конечно, хороший комментарий. И он, кстати, основан на Медреше, но в оригинале написано, что мы оба раза обращаемся к Коэнам. Не написано, что мы обращаемся к младенцам. Написано, скажи Коэнам, скажи Коэнам. Оба раза про Коэнов написано. Почему же Раша говорит, что один раз для взрослых, другой раз для детей? Так, Ремой Шефанч, опять-таки, можно сказать, что мы, опять-таки, два раза говорим взрослым, но второй раз мы говорим, чтобы они следили за детьми. Не видно, как бы, из слов Тора такой. Ремой Шефанч, один из великих раввинов прошлого века, он говорит, что подразумевается вот что. Оба раза мы говорим, на самом деле, обращаемся к взрослым, и мы говорим, то есть Коэнам, что ты должен соблюдать, ты должен соблюдать, да. Но первый раз мы человеку говорим, что ты должен соблюдать Тор. То есть, вот тебе законы Тор, ты должен соблюдать. Второй раз мы ему говорим, что ты так должен соблюдать, чтобы и твои дети захотели тоже соблюдать. Это очень интересно. То есть, мы такие оба раза обращаемся к взрослым, но можно соблюдать и можно соблюдать. Иногда люди соблюдают, они соблюдают в субботу, они соблюдают кашрут, но всякое, что они не делают, это все со вздохом. Ой, опять в пейсах. Ой, это же сколько денег стоит, это же все так дорого. Ну, в субботу, ну, конечно, хотелось бы футбол посмотреть, но жало, конечно, что можно сделать. Ой, опять, то есть, все со вздохом. Все, так дети, когда на это смотрят, у них никакого желания все это соблюдать никогда не появится. С другой стороны, они смотрят, там соседи, все нормально, люди живут, как хотят, смотрят в футбол, да? Все замечательно. Так Тора обращается к сыновьям Аарона. Опять-таки, это на самом деле все законы так. Первый раз ты должен соблюдать законы Торы. Второй раз, еще раз повторяется, ты так и так должен соблюдать, что даже твои дети, смотря на тебя, захотят тоже это соблюдать. И ты на них должен повлиять, потому что самый хороший хинух, когда воспитывать детей, это своим примером. То есть, если человек, человек сам что-то не соблюдает. Сейчас же ты сам, знаете, представьте, папа взял своего сына в синагогу. Потом папа там со своим знакомым, там переговорил немножко с своим другом. О, здравствуйте, здравствуйте, да? Потом посреди молитвы его родной сын что-то начинает глупо всем сказать. А что ты, как тебе не стыдно в синагоге? Это же синагога! Да, ну, сын смотрит, что папа делает. Сын смотрит, что папа достал телефон, посмотрел, что происходит. А потом на него кричат, чем я хуже папы. Правильно? Так поэтому Тора нас учат, что само соблюдение должно бы происходить, чтобы влиять на других. Это очень интересная история, которую я слышал. В столинских синагогах, в Америке, даже в Израиле, есть знаменитая фамилия. Есть такие хасиды столинские, есть знаменитая фамилия, Пильчик. То есть, если кто-то, кто меня слушает, что-то когда-то слышал про столинских хасидов, фамилия Пильчик это фигурировало. Пильчик, она знаменитая, почему? Потому что несколько поколений назад был такой, его назвали, Зейди Пильчик, дедушка Пильчик. То есть, он на самом деле, он приехал из Восточной Европы, он приехал в Америку. И у него слабо угол, у него были дети, потом внуки, праноки. То есть, у него огромное, его уже много лет нет в живых, но это как бы основоположие вот этой огромной семьи Пильчиков. И про него рассказывают очень много интересных историй. Вот этот Зейди Пильчик, его звали на самом деле Рабнистом Пильчик. И он, кстати, не был великим раввином, он не был преподавателем, он был простой еврей. То есть, он ничем, знаете, у него там, никаких там уроков не давал. Он был простой, хороший еврей. Хороший, хасид и шаид, то, что называется, хасидский еврей. Но про него очень много историй рассказывают, которые показывают, как надо-таки быть евреем. И одна из историй рассказывает, что один раз, это было летом, он там находился, там, хотите называть это, как дача такого, ну, там много семей было. И рассказывает один из людей, кто там был, что это было в субботу. И вот этот Рабнистчик, он включил кран, открыл кран. И там, в этом месте, почему-то правая, горячая, холодная вода была неправильно подсоединена. То есть, обычно там принято, обычно люди подразумеваются, что обычно люди думают, что левый кран – это горячий, правый кран – это холод. Обычно. И в этом, или если вы живете в Австралии, у вас все наоборот, не важно. Есть как-то, когда более, когда принято, что будет так. Он пришел, и он не подсмотрел, и он включил кран, открыл кран, и поставил руку, и там была горячая вода. Такая человек, который рассказывает, который все это видел, он говорит, у него настолько лицо изменилось, он говорит, стоило приехать на этот Шаббас, вот там быть, просто посмотреть, что происходит. Как еврей, когда, не дай бог, он нечаянно, стоп, полностью нечаянно. Не дай бог, не то, что он что-то хотел, он не хотел, он чисто нечаянно, там не было, не видно было, где горячий, где холодный кран. То есть любой другой сказал, ну так я же нечаянно, я же не знаю, что такое, да в самом деле, у него настолько лицо изменилось, боязнь греха. Так тот человек, который там был, когда он присутствовал, он сказал, что где-то просто стоило приехать на Шаббас, посмотреть, что в наше время люди, которые боятся бога. Теперь не подумайте, что этот еврей, вот этот Дзейди Пильчик, он такой, знаете, фанатик был, знаете, такой, наверное, в черном весь ходил, он никогда не улыбался, все знают, что он был лучше жизнерадостный. Наоборот, про него рассказывают историю, он помолился Шахарис, в Стронской слове помолился Шахарис. А потом, после того, как он помолился, он там начался второй Миньян. И он настолько хотел, ему настолько хотелось еще раз помолиться, так он начало молиться, второй раз начал молиться, то, что можно, там же псалмы на самом деле, то есть вы не можете два раза молиться Шахарис, да. Но начало, ему настолько понравилось первый раз помолиться, что он искренен, второй шахарист, то есть сначала там вот эти псалмы, да, он совсем иначе, заново. Потому что он настолько хотел служить Богу. То есть человек своим поведением, опять-таки он не был великим раввином, вы в книжном магазине его книги не найдете, но он своим поведением влиял на своих детей, на своих внуков, его кличка была, и на всех окружающих, до сих пор уже много лет после его смерти о нем рассказывают истории. Так здесь, вернемся к нашей главе, здесь то, что Бог говорит, когда я вам заповедую соблюдать эти заповеди, во-первых, конечно, их надо соблюдать, даже если человек плохое настроение, то есть не надо говорить, ну, работашка скажет, что надо только с хорошим настроением, мне сейчас плохое настроение, а сейчас сегодня, сегодня я субботу соблюдать не буду. Соблюдать, конечно, надо в любом случае. Но когда человек соблюдает, он должен понимать, что мы должны влиять на других. Вот эти слова Раши, очень интересно, Раши говорит, предупредить, кдойлым, больших, ктаным, это маленьких, так обычно переводят взрослых и детей. На самом деле, Раша не говорит взрослых и детей, Раша говорит больших и маленьких. Мы никогда не знаем, мы, может, не считаем себя великими раввинами, и так далее, иногда мы играем роль большого, и наши знакомые, родственники, которые далеки от религии, они играют роль маленького, они далеки от всего этого. И я, хоть я и не раввин, но когда я что-то соблюдаю, что-то я делаю, на меня смотрят, я должен отдавать себе отчет. С другой стороны, наоборот, иногда я чувствую, что я маленький. Так пойди посмотри на великих раввинов. Есть очень много книг, на русский язык перевели много книг, про великих раввинов. Если кто-то удостоился, у него есть возможность пойти посмотреть, как большой раввин молится, как большой праведник молится, как большой праведник что-то делает. Учиться от него, потому что один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать, правильно? Просто пойти посмотреть, как соблюдать эту токуру, как это реально делать. Это очень великое дело, когда человеку есть возможность. С одной стороны, иногда я играю роль, я большой, я влияю на другого. С другой стороны, иногда надо знать, что я маленький, посмотреть, как другие люди соблюдают. Это очень важно. Поэтому у Хасидов особенно это принято, что к Гребе приходит, смотрит, как он все приходит, на него посмотреть, как он молится и так далее. Это замечательная вещь, когда вы учитесь примеров других примеров. В нашей нигельной главе, немножко продолжение этой темы, в посредине главы все законы праздников. Это праздничная глава. В праздничная глава приводится все законы праздников, начиная с Пейсок, Пейсок, Шавуот, Суккот. Все праздники, что надо делать? Посредине этой нигельной главы все эти законы. И там приводятся законы, то, что сейчас время по календарю, это Омер. Отсчитывая дни от второго дня Пейсока до Шавуота с Божьей помощью, мы каждый день отсчитываем день. Первый день, второй день. Есть много законов. Нельзя говорить, если вы еще не хотите считать, принято говорить, что завтра будет такой-то день, завтра будет 25, правильно, вчера было 23, догадайтесь. И если человек нечаянно сказал, если человек забыл один день, есть много законов, это нечестно нашего урока. Есть митцва, в Торе написано, что человек должен отчитывать дни. Очень многие считают, что в наши дни, учитывая, что Омер, это было же жертвоприношение, отчитывали от жертвоприношения, Омер, которые приносились на второй день Пейсока, дошего-то. Многие считают, что в наше время, к сожалению, жертвоприношения нет. Поэтому то, что мы делаем, это просто мудрецы постановили в память об этом. В любом случае, есть митцва, это считать. И наша дельная глава об этом говорит. Какой смысл это митцвы? Просто урок математики, таким, знаете, все еврейские дети будут хотя бы до 50 уметь считать. Ну хорошо, знаете, было и времена, кто там умел считать, безграмотность. Это не причина, почему Бог сказал считать до 50. Причина, комментарии говорят, что мы на 50 ступенек должны подняться, 49 ступенек, 50 ступенька это получение Тора. Евреи, когда вышли из Египта, это был Песох, им Бог показал огромные чудеса, Бог им дал силу, зарядку, и они потом сами должны были расти, еще ступенька, еще ступенька, и считать. Вот я еще одну ступеньку сделал, я еще одну ступеньку, я поднялся, еще одну ступеньку. Поэтому мы не считаем, что осталось только до дней до Тора. По идее, надо было считать, осталось 49 дней, осталось 47 дней, осталось 30 дней. Нет, мы считаем, что мы достигли. Мы поднялись еще на одну ступеньку, у нас еще один день прошел, мы помолились, мы учились, мы уроки слушали, мы поднимаемся, мы приближаемся, и должны дойти, даст Бог, будет праздник Шавот. с другой стороны, в еврейской, в истории, последние 2000 лет, в эти дни, то, что называется, сфера, происходит что-то еще печальное, есть один закон Тора, что надо считать дни. В эти дни есть, как бы, мини-травр, это еврейский обычай, причем в Геморре практически это ничего не упоминает, это уже последующие поколения, учитывая, что в эти дни умерли ученики Робакива. Весь был такой, великий Робакива, мы о нем много слышим, у него было 12 тысяч пар, то есть 24 тысячи учеников, у него было, и они все умерли, Гемора говорит, там в Геморре, две строчки в Геморе, Гемора говорит, что у Робакива было 12 тысяч, этих пар учеников, они все умерли между Песахом и Шавотом, и поэтому, поскольку Гемора это говорит, так мы в память об этой трагедии, у нас есть мини-травр, не принято слушать музыку, не принято делать свадьбы, не принято радоваться, то есть, стричься не принято, то есть, есть разные, запреты, общепринятые, весь еврейский народ, есть просто разные обычаи, какие дни, есть которые начинают до Лакбоймара, после, посредине Лакбоймара, но общепринятые обычаи во всех краях мира, что евреи, вот в эти дни, у них как бы скорбь, траур, потому что умерли ученики, вопрос, во-первых, конечно, печально, что они умерли, но, понимаете, в истории еврейского народа было много несчастья, и поэтому 24 тысячи, как это не страшно, ну, страшная, конечно, цифра, но, тем не менее, почему мы плакиваем, и, во-вторых, почему подчеркивается, что вот именно они умрили между Пейсохом и Шевотом, то есть, есть разные обычаи, есть, которые говорят, что эти 33 дня, эти 33 дня, но все согласны, что надо, чтобы было между Пейсохом и Шевотом, так, Робарон Котлер, знамоположник Лико, скорее всего, он говорит, что то, что мы оплакиваем, мы не оплакиваем смерть этих раввинов, конечно, печально, что они умерли, это очень жалко, но, знаете, давайте смотреть правые глаза, это было 2000 лет назад, сейчас бы они уже были не в живых, правильно, так что, ну, 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 плакать, жалко, конечно, и многие раввины умерли, Робарон говорит, что, если вы посмотрите, у нас есть Мишна, у нас есть Гемора, написано, что все, что у нас есть, это ученики Робакива, Робакива, он, хоть он не написал Мишну, это были все его ученики, у него было 5, после всего этого, у него было 5 учеников, Робея, Робьёйси, Робьехудо, у нас было 5 учеников, и все, что у нас есть, это вот эти 5 его учеников, Значит, если бы было 24 тысячи, у нас было бы значительно больше Тора, у нас было бы больше закона, больше мидрашим, больше объяснений. То мы оплакиваем не столько, сколько смерть самих раввинов, это тоже печально, мы оплакиваем, сколько мы потеряли Тора. Вот что мы оплакиваем. И теперь можно понять, почему подчеркивается, что это все произошло между Песохом и Шавотом. Написано, что они не уважали друг друга. Может быть, поэтому, кстати, не написано, что было 24 тысячи учеников, написано 12 пар. То есть были Хаврута, один с другим учится, и он немножко не... Ах ты, кто же так объясняет Геморру, где тебя учили? Опять, они были святые люди. Они были святые люди, не были ученики Рыбакиева, они были, в прямом смысле слова, по сравнению с нами Ангелами. Но на ихнем великом уровне у них был какой-то немножко недостаток. Минимально мы бы в наше время, никто бы его не заметил. И Бог решил, что из-за этого недостатка они должны, к сожалению, покинуть мир. Почему? Объясняют комментарии. Потому что они являются звеном, который соединяет нас с получением Тора. В каждом поколении есть звено, которое соединяет. То есть Мойшер Абейну получил Тор на горе Синай. Потом он передал Ешу. Ешу передал это старейшинам, старейшинам пророкам. То есть, это первое межнаперкиевод. Есть цепочка, которая соединяет каждого из нас с вами к Мойшер Абейну. И причем ее можно проследить. Рамбом пишет всю эту цепочку до своего поколения. Потом можно проследить. Мы все соединены с Мойшер Абейну. И если какое-то звено этой цепочки, которая нас соединяет с Торой, некрепкое, неправильное, там какой-то есть изъян, значит, вся Тора будет плыть не в то русло. Значит, не дай Бог, понимаете, если строят какой-то газопровод, например, или что-то строят. И не дай Бог, что-то не туда пошло, так что теперь не туда пойдет. Они должны были быть соединяющим звеном рыбакивы и все последующие поколения. Поскольку у них был вот этот маленький изъян, Бог сказал, что вы не можете быть, значит, они должны уйти, должны прийти пять других учеников, которые были без этого изъяна, и они будут посредниками. И поэтому они умерли именно между Пейсахом и Шавотом. Между Пейсахом и Шавотом. Это время, когда человек должен расти. Это именно тем, мы считаем каждый день, мы поднимаемся, мы пытаемся избавиться от всех наших немаленьких проблем и так далее. Они в это время, их не изъяны, бросались больше как в их глаза. Это те дни, когда человек должен над собой работать, человек должен расти. И в эти дни они на их уровне что-то делали не то, поэтому они были наказаны. Опять-таки, там праварные коты, кстати, говорят, они получат свою награду в будущем мире, они великие раввины. И Бог знает, что за что, у Бога есть свои идеи, что и куда. Мы за них не должны переживать. Но они не удостоились быть этим звеном, который соединяет рыбаки в нас. Потому что они будут это сделать. Это впрямую связано с тем, что мы начали сегодняшний урок. Человек, когда он учит своих детей, он является этим звеном. Каждый отец, каждый еврейский отец, не только отец, каждый еврейский преподаватель, каждый раввин, каждый человек, каждый сосед, не надо быть, если вокруг вас живут люди, которые далеки от религии, и на вас смотрят, как на великую Ребетсен, вы какая-то женщина, она там немножко знает некоторые законы Тору. Все соседки ничего не знают. Если там вопрос по субботе, все спрашивают ее. Она сама понимает, что она не особо большая знаток Тору. Но так уж получилось, что все с ней советуются, и так далее. Так она должна понимать. Значит, она является звеном, который соединяет этих всех соседок с Мой Шарабейном. Ну, конечно, звучит немножко, ну, прям-таки. Да? И от вас зависит, как это пойдется, как оно пройдет, и вы должны следить за этим. То, что наша недельная глава называется, вы должны следить взрослые и дети, написано, к дойным, великие, и к таням, и маленькие. То есть каждый человек, это может быть парень из Ешивы, это может быть, это может быть рабин, это может быть простой человек, на работе человек, но если у него на работе, например, его сослуживцы, на него смотрят, как на дарующего Тору. если перед праздником, и вас спрашивают, слушайте, Рабинович, когда там у нас Пасха в этом году? Значит, он для них рабин. Они не знают, когда Пасха, он их спрашивает, когда у вас Пасха, что на Пасху, а где Мацу можно купить? Так все эти вещи, значит, он для них, это то звено, которое их соединяет с Торой. Человек должен следить за этим. В конце недельной главы, опять-таки мы немножко перепрыгиваем, но все связано. В самом конце недельной главы, мы вернемся к празднику с Божьей помощью, в конце недельной главы, печальный случай, который не напрямую связан со своей главой, приводится печальный случай, вышел сын израильтянки, он же сын египтянина. Это, кстати, был единственный случай, когда, хотя евреи были в Египте 210 лет, был только один смешанный брак, если так можно сказать. Опять-таки, это тот, это не просто смешанный брак, что произошло, если помните, Мойшер Абейну увидел, что египтянин бьет еврея, и он убил египтянина. На самом деле, Медвеж говорит, что произошло. Египтянин изнасиловал еврейскую жену, потом вернулся, мужа не было дома, мужа не было дома. Муж вернулся с работы, смотрит, тут египтянин, так египтянин начал его бить. В это время пришел Мойшер Абейну, увидев, что египтянин бьет еврея, он убил египтянина. Как он его убил, он сказал имя Всевышнего, которое Самойшер Абейну только знал, и святость этого имени просто спалила, если так можно сказать, этого египтяника. Но, поскольку египтянин побывал, если так можно сказать, у еврейки, еврейка забеременела, и у нее родился вот этот сын, который, по маме, был еврей, по папе был египтянин. Это единственный случай. И написано, что вот это был, вышел из сынов израильтянки и сын египтянина в среду сыновей Израиля. Это странное слово. Что значит, вышел в среду сыновей, они все жили в Стане. Написано, что он жил, сейчас мы к этому вернемся, он зашел в среду сыновей Израиля, поссорился с евреем, поссорился, и проклинал сын израильтянки, имя, он с большой буквы имя, он проклял Всевышнего. В Талмуде, не хотят даже говорить слово проклянуть Всевышнего, они в Талмуде говорят благословил Всевышнего. Потому что в Талмуде не хотят даже сказать слово проклинать Всевышнего. Это же сам факт. Так в Талмуде пишут, как бы в кавычках, благословить Всевышнего. Который называется в кавычках. Но тут написано, что он проклял имя Всевышнего, и его привели в суд, его наказали, его закидали ко мне. Вот эти слова, которые я упомянул, что он зашел в среду сыновей Израиля. Так Раши, великий Раши, он приводит Медаш, Медаш говорит, что он принял Ги-юр. Он зашел в сыновей Израиля, то он как бы вошел в стан Израиля, то есть он принял Ги-юр. Все, очень короткий Раш. Комментарии задают вопрос, какой Ги-юр он принял, если у него мама еврейка. Еще раз, у него была мама еврейка, папа египтянин. Он зашел в среду сыновей Израиля, говорит, Раши принял Ги-юр. Так комментарии, первый Рамбан, другие комментарии, говорят, почему он принял Ги-юр. Есть два очень разных объяснения, и те, как мы его, я приведу в эти объяснения, надо, это хороший повод, напомнить, что, кто решает, кто еврей, кто не еврей. Во времена Непрогоссказанного, во времена Холокост, немцы приняли решение, что если кто-то наполовину еврея, неважно, с папой на линии, с мамой на линии, с него два бабушки, две бабушки, два дедушки, бабушка и дедушка, все, он еврей. Мы его убиваем. Если они так приняли, можно принять решение, что кто-то живет в Израиле, является евреем. Значит, в Израиле, он выступает на Олимпийских играх, с израильским флагом, значит, он еврей. Те, кто не живет, значит, он не еврей. Кто принимает решение, кто еврей? Можно записаться, можно записаться евреем, да? Если еще заплатить кому-то деньги, так тем более можно записаться евреем. Так, евреи, это человек, который избранный народ, это часть еврейского народа, которому дали Тор. И Тора, то есть Бог, который дал эту Тору, решает, кто является еврей. Так в Торе, причем в Талмуде несколько раз подчеркивается, это учится из мест Торы, что если мама еврейка, не важно, кто был папа, если мама еврейка, сын еврей, сын дочка еврея. То есть все идет по материнству. Интересно, что родословное передается по папе. Начало недельной главы Коханим, начало недельной главы закона Коина. На ком Коин не может жениться, на ком Коин может жениться, куда Коин может ходить на кладбище, не может. Коиннство передается по папе. Двенадцать колен Израилевых. С какого-то колена ее происходит по папе. Кстати, это была проблема этого еврея, потому что ему негде было поставить свой шатер, у него не было папы еврейского, поэтому были проблемы. То есть, родословное идет по папе, мы сейчас коснемся больше подробно, но еврейство идет по маме. Это везде написано, это не то, что мы, знаете, собрались с евреями, и давайте решим, как мы будем определять, кто еврей, кто не еврей. Это Бог четко написал в Торе, это есть несколько намеков, есть прямым текстом, что еврейство передается по маме. Это неоспорим, никто об этом не спорит. Теперь, идея, мы должны просто понять, почему в нашей недельной главе написано, что парень, на самом деле он был не парнем, он был за 80 лет, но человек, около 80 лет, человек, у которого мама вроде бы еврейка, папа египтянин, зачем ему принимать гиур? Так Рамбан говорит, что поскольку он родился до получения Тора, до получения Тора родословная шла по папе. Авраама родился Ицкок, у Ицкока родился Яков, потом было 12 колен израилевых, у них были жены, кто-то вообще спрашивает, а кто были жены по национальности? Ну, наверное, они приняли это, непонятно, потому что до получения Тора все шло по папе, родословная шла по папе, все шло по папе. У других народов мира, иногда это играет роль, для еврейских законов играет роль, если кто-то египтянин или кто-то там амалек, как определить, какой он идет тоже по папе. Еврейство после получения Тора, еврейство идет по маме, но поскольку он родился до получения Тора, так это называется, он как бы принял гиур. Другие говорят, что он был, все приняли гиур. Другое объяснение, прекрасное объяснение, все евреи приняли гиур. Мы когда стояли на горе Синай, мы сейчас будем шивот отмечать, евреи все приняли гиур, они все сходили в микву, мужчины обрезались, и на них там еще там попрызгали кровью. Так все приняли, так подразумевается, что он со всеми евреями, когда евреи стояли у горы Синай, он принял иудаизм. Но что я хочу подчеркнуть еще раз, кроме того, что еврейство передается по маме, интересно, что есть несколько законов, то есть человек, у которого мама еврейка, папа не еврей, он является полностью евреем. Интересно, что если у девочки, у девушки, папа не еврей, она не может быть и замуж за Коин. Несмотря на то, что мы говорим, что вот полноправный еврей, все, если мама еврейка, значит он еврей, но если у женщины, у девушки, мама, хоть она еврейка, но папа не еврей, она не может быть и замуж за Коин. То есть начало недельной главы, там запрет, Коин не может жениться на вдове, Коин не может жениться на вдове, так один из запретов, там вы его не увидите, там Гемора объясняет, откуда это берется. Ей нельзя выходить замуж за Коин. Опять-таки, если практически кто-то уже случилось, кто-то уже вышел замуж за Коин, это вопрос раввину. Это не вопрос на уроке обсуждать. Но это надо иметь в виду. Что есть такие это. И что еще я хочу рассказать, вот это родословное. Начинается наша недельная глава. Коин, родословное. Коин, замечательно. Конец недельной главы, тоже родословное. И иногда у человека, особенно человек, который, знаете, вышлем все из народа, есть люди, которые там они наполовину евреи, на четверть евреи, они немножко чувствуют себя, вот, родословного у меня нет. Есть люди, которые приняли иудаизм, они все были неевреями. Так есть очень интересная вещь. Мы начали нашу сегодня лекцию большие и маленькие. Правда, Раша сказала, к Дойну и к Тану. Так в иудаизме есть две совершенно разные вещи. Есть вещь, как родословная. Если я не Коин, то ты не Коин. Он не может служить в храме. Это не изменится. Человек, он не Коин. У него папа был не Коин. Папа был еврей, но он не Коин. Теперь он придет и скажет, что это нечестно. Я всю жизнь хотел служить в храме. Я люблю Бога. Да я ради Бога. Я хочу, пожалуйста, хотя бы один. Но ты не Коин. Если человек, который не Коин, зайдет в храм, будет делать в храме то, что делает Коин. Это страшный грех. То есть, если ты говоришь, как родословно. Теперь есть человек, если женщина, девушка, хорошая еврейская девушка, но ее папа не еврей. Она хочет выйти замуж, но ее познакомили с Коином. Хороший парень, тоже еврейский. Кто-то не подумал. Потом я сказал, ну, подожди. Если у тебя папа не еврей, ты не можешь выйти замуж за Коин. Как? Я же еврейка. Мы напридумывали. Опять-таки, это Тора, тот Бог, который дал тебе законы. Коин не может жениться на разведенной. То есть, есть законы, это называется родословно. Теперь, кроме этого, есть что-то другое. Есть великие люди, великие евреи. Гдойлим. Так это совершенно не зависит от родословной. Родословно, это, конечно, хорошая вещь. Но у евреев были два великих раввина. Шмайев и Автальян. Они в Прикер год приводятся. Один был главой Санедрина, другой был главой еврейского народа. Они были гейри. Они вообще были не евреями. Они приняли иудаизм. Там, на самом деле, они разговаривали с акцентом. Но поскольку они были великие люди, они были великие люди. Очень многие. То есть, есть величие, не зависит от родословной. Может быть, Коин. У него папа Коин, дедушка Коин, замечательно. Но ничего не соблюдает. Я не хочу упоминать. К сожалению, в еврейской истории были Коины, которые вошли в еврейскую историю не с хорошей точки зрения. С другой стороны, у евреев было очень много людей, которые вообще были не евреи, они приняли иудаизм. Они были великие люди. То есть, наша недельная глава, с одной стороны, наша недельная глава показывает, что есть такая вещь у нас как родословная. Это очень важно. И эти законы не меняются. Если ты не Коин, ты не Коин. Если ты родился не евреем, ты принял иудаизм. Есть разные законы. Но с другой стороны, начало, ты так дойли, великие люди и простые люди. Сам Рыбакива, мы упомянули Рыбакива, Великий Рыбакива. Вся наша Тора, которая у нас есть, он Рыбакива, правильно, Рыбакива. Мы ему всем обязаны. Он был потомок Гейрим. У него не было родословной. Да? И тем не менее, вся Тора пришла через него. Поэтому надо всегда знать, опять-таки, есть интересная история, что был один Великий Равин. И у него, естественно, у него было замечательно родословно. Он был потомок царя Давида, если я не ошибаюсь. Я просто буду ошибиться. Но у него было родословно, но ему сказали его родители, что твоя родословно – это нолики. У тебя очень много ноликов. Если ты поставишь единичку перед этими ноликами, то у тебя будет сто, тысячи, миллион, да? Если у тебя, ты ничего сам не сделаешь, у тебя будет куча ноликов. Поэтому это надо не забывать. Но, опять-таки, еврейство, надо, я еще раз повторяю, я не думаю, что кто-то спорит с этим, но всякий случай, потому что в Израиле сейчас, в государстве Израиля разные вопросы, давайте решим так, давайте всех этих беженцев вместе сделать их евреями. Что там сложного? Да, евреи, не евреи, да? Я от одного рамена слышу чудесную вещь, там, реформистский ги-юр в Америке делает, это не в Израиле, в Америке, во Флориде. За два часа отдают, на два часа лекцию слушать, надо выслушать лекцию. То есть приходит человек просто с улицы. Хороший человек. Он хочет принять иудаизм, он должен выслушать двухчасовую лекцию, пойти в бассейн, ему дают удостоверение, что он еврей. Катерина, которая сказала, слушайте, чтобы получить водительские права, надо больше готовиться, да? Ну как это, да? То есть есть, у нас есть законы, опять-таки, если кто-то хочет принять иудаизм, пожалуйста, замечательно, это можно, это легко, это не так легко, но если кто-то хочет, это возможно. Но человек должен знать, что тот, который я уже есть, со своей родословной, со своей мамой, со своей папой, теперь я должен расти. Теперь я должен присоединиться к этому огромному звену, к этой цепи, которая соединяет еврейский народ с мой Шарабейну. Найти свое звено, к которому я хочу присоединиться, найти своего раввина, найти свои уроки, найти свои... И даст Бог от меня подать другие звенья, другие мои дети, мои ученики, это тоже человек, человек должен, на этом должен человек концентрироваться. Теперь вернемся к праздникам. Я вам скажу, что все праздники написаны. Интересно, что первый из праздников это суббота. И там вопросы задают, если это субботный царь, это же не праздник, это суббота. Ну, так интересно, что самый чай приводится про субботу. И в эту пятницу, просто совпадение, мне позвонил мой знакомый, и у него был такой вопрос. Он позвонил в Китай, опять-таки, разница во времени. Я живу в Нью-Джерси, я живу в Америке, кто-то не знает. И он звонит мне в пятницу, но в Китае уже суббота. И у него был вопрос такой, он там из Китая звоняет, мы сейчас хотим что-то подписать, что-то купить. И он мне не вдавался в подробности. Не на какую-то там подводную лодку, я знаю, что-то. Ну, какая-то мелочь, да. И он вопрос, можно ли еврею, которые находятся сейчас в Америке, в пятницу, там в 11 утра это было, подписать контракт с китайским неевреем, узкоглазно, когда в Китае шабос, в Китае шабос. То есть якобы, еще раз, если мы сейчас в субботу, я не могу с неевреями в субботу что-то делать. Я не могу евреям покупать что-то в субботу, я не могу продавать что-то в субботу. Тут интересная история. У меня суббота, а у него не суббота. Наоборот, у меня не суббота, у него суббота. Может быть, Стаса может быть по-другому. Интересно, что я ему когда-то, у него был уже похожий вопрос. Я ему сказал, что почти все считают, что можно. Ну, некоторые не очень довольны этим. Так он мне позвонил, у него был другой вопрос. Он мне говорит, ты мне когда-то уже сказал, что можно. Я хочу знать, что такие можно. Это такие можно или некоторые разрешают? Почему? Потому что я не хочу деньги зарабатывать, даже если какая-то проблема с субботой. Потому что я верю в Бога. Я понимаю, что если это, знаете, шатко заработанные деньги, мне такие деньги не нужны. То есть вопрос был, не можно или нельзя. Я ему скажу, что почти все разрешают. То есть мне дали домашнее задание узнать, или такие можно, или если очень надо, вы знаете, смотря кого-то спросить. Я пошел к своему расшколе, к своему раввину. И он мне, во-первых, он мне сказал, что можно. Да, действительно, он сказал, что можно. То есть если евреи, еще раз, это очень сложный закон, ни в коем случае ничего не делать, если вы не посоветуетесь. Но он мне сказал по-простому, что если я нахожусь в месте, где нету субботы, и я звоню куда-то, где там уже суббота, но я обучаюсь не евреям, смотря, где я нахожусь. Интересно, я потом подумал, о, это же в нашей недельной главе будет про субботу написано. Дай-ка посмотрю. Не поверите, когда в нашей недельной главе написано про субботу, написано, что на 6 дней можно работать, день субботы покоя, собрание, и потом в конце написано, это суббота Господня во всех местах поселения вашего. Подчеркивается, что субботу надо соблюдать во всех местах поселения вашего. Зачем это написано? Понятно, что я еще могу соблюдать субботу? Смотрю один из комментариев. Стандартный хумыш. Один из комментариев говорит, потому что есть разные зоны, часовые зоны. Тора подчеркивает, во всех, это наша недельная глава, во всех местах поселения вашего мы смотрим на твое место, где ты находишься. Если ты находишься, у тебя суббота. Не надо говорить, что в Иерусалиме уже суббота закончилась. Ну как это выросли, мы уже не суббота, значит все. Так подчеркивается, нет, во всех местах, то есть наш, прям наш недельная глава. Какое совпадение. Но потом, мой Ревни рассказал еще одну историю, это ради всего это на самом деле это все и рассказывал. Он говорит, я тебе расскажу интересную историю. Мне один раз позвонила женщина, она живет в Лейквуде, и она, как она зарабатывает деньги, она снимает фильм. Она нанимает там самую компанию, снимает фильм. Фильм снимается в Лос-Анджелесе. Значит это, она живет в Лейквуде, это значит, восточное побережье, Лос-Анджелес это, да, запад. Там несколько, по-моему, 4 часа разница, если я не ошибаюсь, 3, 3, спасибо. Прошло? Да, хорошо. Так, 3 часа разницы. И она позвонила Равину, она говорит, вы знаете, я только сейчас узнала, что оказывается тот человек, который снимает вот этот фильм, он еврей, он не религиозный еврей. Я думал, что он все не еврей, у меня было все объяснение. Вопрос, должна ли я ему сказать, чтобы он прекратил съемку до начала субботы. Так, хоть мы смотрим, хоть у нее уже может там суббота началась, но в Лос-Анджелесе еще не суббота, это хорошо. Но когда уже в Лос-Анджелесе начинается суббота, должна ли я ему сказать, он не религиозный еврей, ничего не знает, ничего не понимает. Равин сказал, извини, пожалуйста, ну, если там уже суббота, в Лос-Анджелесе уже даст субботу. Ты должна ему сказать, что он уже закончил, там, 5 часов вечера, я знаю, когда, чтобы он еще успел домой доехать. Она говорит, понимаете, Рэбе, у меня, я потеряю где-то 100 тысяч долларов на этом деле. Потому что если она не успевает за эту неделю закончить съемки, значит, понимаете, в субботу она не работает, в воскресенье она не работает, значит, в понедельник ей надо заново всех привозить, значит, понимаете, да не какой-то там урок снять и в Ютубе поставить, правильно? Это серьезное дело. Так поэтому она говорит, я потеряю 100 тысяч долларов. И Рэбе сказал, ничем помочь не могу. Хорошо. Рэбе, у меня к вам еще один вопрос. Слава Богу, Баруха Шем, у меня сын Абармитсва, и мы делаем пир на весь мир, слава Богу, Абармитсва, значит, собираем гости. Гости приезжают там, и, значит, там приезжают официанты, там кухня, официанты и так далее. И мне сказали, что желательно, на самом деле, может пригласить какого-то раввина, чтобы кто-то на кухне был. Понимаете, я буду заняты с гостями и все такое, а кухня открыта. Там эти официанты, не евреи, евреи, непонятно, что происходит. То есть ты рекомендовала, что, может быть, попросить нанять, чтобы там был какой-то раввин на кухне. Просто следил. Это стоит 250 долларов. Так должна или это делать, обязана ли я, или что-то может произойти. Так и ревее сказал, да, это очень была бы хорошая вещь. Так ты точно знаешь, что все кошено. Рэбе, ну, если там все хорошо, так зачем? Ну, так же будет. Ну, почему? И начал она, знаете, да, туда. Я говорю, так ревее, я не понимаю. Три минуты назад ты мне задала вопрос. Там вопрос был на 100 тысяч долларов. Как только я тебе сказал нет, все, нет, нет, так нет. Тут 250 долларов заплатить какую-то раввину, чтобы следили за кошерной едой. Она говорит, Рэбе, вы не понимаете, я в бизнесе. Вы можете всех моих знакомых спросить, и мы все знаем, что если ты хочешь сделать деньги, в субботу не работай. Мы уже все знаем, понимаете. Как только мне сказали, что в субботу не надо зарабатывать, я в субботу не начну. В субботу мы не играемся. Так, 250 долларов заплатить раввину, не заплатить раввину. Да, это другое дело. Мы в субботу не играемся. Это очень интересно. Понимаете, это с первого круга. Знаете, если там, я скажу, какой-то книжки написано, законы. Бизнес. Если человек хочет зарабатывать, да, если человек хочет заработать, если человек в субботу не надо зарабатывать. Так интересно, что эти истории, которые передаются, таки когда слышишь такую историю на тебя это влияет опять-таки дойным для нас теперь эта женщина как бы наш вами она нас научила как соблюдать субботу мы и так соблюдали конечно субботу одно дело когда рассказа 100 тысяч долларов это да поэтому еще раз вот эти надо соблюдать в субботу в местах проселения поселения вашего то надо помнить что где бы ты ни жил надо такие субботу соблюдать есть еще одна хорошая история я хочу в заключении урок рассказать истории двух словах скажем весь урок прошли перед тем как я расскажу я хочу попросить всех наших слушателей и зрителей во первых ну конечно если вы можете подписаться ты был мне очень приятно до подписка урока но попросили попросили это очень важно просто чтобы знать там много людей которые снимают эти уроки которые заняты подсказать ваше мнение если вы можете нравится ли ваш нораль нравится ли вам этот урок тебя даже если вы интеллигентные люди вы умолчали вам не понравился тут я искренне прошу вы все знаете что если вам нравится надо нажать вверх если я не знаю кому-то но вдруг кому-то не нравится на так я очень прошу все кто дослушал этот урок пожалуйста нажмите если вы не уверены нажмите что вам нравится да и если вы можете написать что-то написать вы можете своими камерами написать это просто просьба опять-таки это не для того что я я я знаю что кому-то наверно нравится поэтому но просто чтобы мы знали куда нас слушает где нас смотрят кому нравится может что-то изменить пожалуйста я очень прошу из вас не затруднить как у нас называется полайкайте меня теперь я вам вижу еще одну историю которая связана с нашей недельной главой очень интересная история если кто-то уже спешит можете уйти домой не переживайте история такая начинается недельная глава с чего начинается недельная глава что на комкойна можно жениться на комкойна нельзя жениться 2 история жил джил муж и жена в израиле кстати это происходило и не проходит сказано у них не было детей они жили 15 лет они жили 15 лет и у них не водите и если там разные законы что когда нет много лет детей они должны развестись там они решили хоть хотя они жили в гармонии была замечательная жизнь все но не решили что не судьба давай разведемся от пусть он женится на ком-то другом она выйдет замуж за кого-то может у них будут люди дети поплакали конечно поплакали развелись ну там гет он дал ей гет через некоторое время она узнал что она беременна от него то есть они просто об этом не знали они 15 лет ждали и она слава богу она слава бога беременна слава богу баруха шам радоваться надо страшно было то что он был койна он был койна и начальная глава койн не имеет права жениться на разведенной то есть он не может даже жениться на своей разведенной не только на чужой он уже развелся с ней он дал и гет она считается разведенной всем потерял по идее он должен был бы радоваться это праздник со слезами на глазах они пришли к рекламу канепскому то есть не пытаясь может какой-то закон какой-то другой закон может порядке исключения может как они сказали я не я ничего типа на выслушал сказал пойди спроси моего ребляши ребляши был самый великий раввин того поколения пошел к рубляши бьешь сказал что я ничего очень не могу закон весь закон и это был я действительно вы понимаете что вы разводитесь вы давали себе отчет и пайди помолись что ты сказать дикт и стене плача и помолись я не знаю что чем я тебе могу больше и дикт и не плач и помолись и он пошел на школе пошел всем не плач и он плакал плакал у не станет что он просит он не знал что он просит бога бог данным тору И второе написано, что вот так. Он плакал, плакал, плакал. И потом к нему приходит какой-то старый еврей, на стене плачет. И что ты плачешь? Такая теста он ему выплакал свою душу, рассказал свою историю. Тот ему говорит, «Слушай, где твой папа живет? Кто твой папа?» Он говорит, «Мой папа, он пожилой человек, он в Америке на самом деле, я в родном из Америки. Мой папа живет в Америке. Он уже в доме престарелых, он уже непонятно, когда понимает, что происходит, не понимает. с ним очень тяжело разговаривают. Я думаю, я, конечно, понимаю, ты спросил больших раввина, «Иди по следующей со своим папой». Он говорит, «Я не знаю, почему он может говорить, я ему даже по телефону не звоню, потому что он уже в годах». «Так, я тебе так рекомендую, делай, что хочешь». Он пришел домой и начал обдумывать, что произошло. Он пришел к Санне, плачет, плакал, плакал, плакал. И вот к нему пришел этот еврей и дает ему совет, ехать к папе. Он почувствовал, может быть, это Алья Анови, я не знаю, может, это от Бога. Слушай, ему терять было нечего. Он поехал в Америку. Он пришел к своему папе. Папа, действительно, очень страшно выглядит, еле, и непонятно, о чем он будет говорить. И он просто папе выплакал душу, рассказал себе папе эту историю. Опять-таки, как я понимаю, из этой истории создаюсь впечатление, что папа, может быть, ничего общего с религией не имел, просто сын стал религиозным. И папа ему говорит, я тебе тоже расскажу большой секрет, что после мы, я и твоя мама, мы спаслись после войны, и у нас не было детей. И мы тебя усыновили. Ты не наш сын. Мы тебя усыновили. Мы тебе никогда этого не говорили. Ты не коин. Я коин, но ты не мой сын. Поэтому, если ты не мой сын, то ты можешь жениться на своей жене. И, опять-таки, из-за этой истории, опять-таки, это не значит, что, вот, теперь все, теперь будем молиться. Две вещи можно из этой истории видеть. Иногда бывает ситуация, что Бог делает так, в конечном итоге все будет так, как бы хотели, но не таким путем, как вы думали. Такое можно учить. Во-вторых, мы видим из этой истории, что Тора, это Тора. Эти законы, они никогда не изменятся. Бог может сделать, чтобы коин перестанет быть коином. Опять-таки, хоть можно назвать, а чего, но я не знаю. Но законы Тора не изменятся. И, опять-таки, есть разные нюансы. Есть великие раввины, которые знают все нюансы, когда, что Тора хочет. Но если закон, это закон. И еще мы видим, что сила молитвы. Человек никогда, человек должен, у нас есть адрес, когда у нас какая-то проблема, у нас какая-то, что-то мы не понимаем. Мы всегда, опять, не все могут пойти к стене плача, но у всех есть синагога, у нас есть сидур. Еще раз, в двух словах, о чем был наш урок, мы начали с того, что Бог говорил, сказать сыновья Марина, чтобы они сказали детям. Мы сказали, что это не обязательно взрослые дети, это великие и маленькие. И человек должен так все соблюдать. Я вам рассказал историю, когда человек согрешил, маленький грех, сравнительно, нечаянно, но это так повлияло на всех, каждый момент, когда, с одной стороны, я должен следить, как я влияю на других, с другой стороны, я должен смотреть, как на других, как надо себя вести. Я рассказал историю о Раба Киеве, что его ученики умерли именно в эти дни между Песахом и Шавотом, когда человек должен расти, мы поднимаемся еще на ступеньку, еще на ступеньку. Они не удостоились быть вот этим звеном, который соединяет нас с Торой, потому что у них бы маленький какой-то там изъян, они немножко недолюбливали друг друга. Мы должны, наоборот, с собой работать и чувствовать, что иногда я являюсь тем звеном, который кого-то с кем-то соединяет. Я вам рассказал законы субботы, что в нашей неделе написано «Бхолмыш в Исейхе» там, где вы живете. И если кто-то знает, другие, можно туда деньги потратить, но когда дело касается субботы, очень рекомендуется что-то, любые вопросы. Даже бывает ситуация, что на самом деле многие вам скажут, что можно. Реальный, серьезный ревин скажет, что можно. Но если вы знаете, что это вопрос, лучше субботы не связываться, да? И я вам рассказал две истории. Вот это история про субботу и вторая, и последняя история, когда еврей, когда он развелся с женой, он думал, что он коин. И силы, с одной стороны, это сила молитвы, с другой стороны, это сила наших законов, что наши законы, они никогда не изменятся. Дай нам Бог здоровья, чтобы мы действительно, чтобы мы удостоились соблюдать эти законы, чтобы мы влияли на других, и чтобы мы праздновали все эти праздники. Еще раз спасибо за внимание. До встречи в эфире.